За пять лет в Алтайском крае в четыре раза увеличилось финансирование обеспечения жителей льготными лекарственными препаратами. В преддверии Дня фармацевтического работника в Барнауле наградили лучших специалистов, а Минздрав региона также подвел итоги работы отрасли. Ежегодно объем бюджетных средств на льготное лекарственное обеспечение растет. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Это как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств регионального бюджета. Региональный бюджет увеличился более чем в два раза. И если в 2018 году он составлял 850 миллионов, то в 2023 году он уже составил 1,640 миллионов рублей. И мы прогнозируем, что в этом году он, скорее всего, будет превышен более чем 2 миллиарда рублей, будет направлено именно на лекарственное обеспечение льготных категорий пациентов. Растет не только общее финансирование, но и затраты на одного льготника. Около 60% средств тратятся на дорогостоящие препараты, жизненно необходимые некоторым пациентам. За 2023 год выписано около 1 миллиона 700 тысяч рецептов. Лекарствами обеспечены 660 тысяч федеральных и региональных льготников. Сеть государственных аптек, где пациенты могут получить лекарства, тем временем расширяется. За последние 5 лет, наверное, порядка 20 аптек и аптечных пунктов мы дополнительно открывали, как в городе Барнауле, так и на территории Алтайского края. За прошлый год мы присоединили к себе зону Усть-Черыш, Павловский район, Бийскую полностью зону мы начали обслуживать, Тогул. Конечно, потребность существует. Все знают об обращениях граждан о том, что у нас сохраняются очереди, особенно это касается города Барнаула. Мы открыли в этом году аптеку в 14-й новой обновленной поликлинике для того, чтобы поток пациентов у нас немножко распределился. Ну и планируем дальше смотреть в черте города какие-то еще возможные для открытия помещения. Спасибо.